Так, шапочка смотрится на голове, такая у нее классная посадка, показываю вам. Всем привет, рада приветствовать вас на своем канале Вязаные Аксессуары. Сегодня предлагаю вам связать вот такую модель шапочки. Данная моделька у меня с отворотом, отворот не фиксированный, благодаря чему вы можете регулировать высоту. Она немножко с завышенной макушкой, эту модель можно носить как к лампунчикам, так и без. Отлично подойдет как взрослым, так и деткам. Количество петель для данной модели должно быть кратно 14. Раппорт узора у нас состоит из 14 петель. Для того, чтобы связать больше либо меньше размер, можно сделать больше либо меньше количества изнаночных петель в раппорте. Данную шапочку я вязала на окружность головы 55-56 см. У меня ушло на нее больше, ну совсем чуть-чуть больше двух моточков пряжи. Сто процентной мериносовой шерсти я использовала. В 50 граммах 175 метров вязала я в две нити. Также можно использовать аналогичный метраж или любую другую пряжу, какая вам нравится. Но предварительно вы должны связать образец. Что касается изделий из мериносовой шерсти, также хочу предупредить вас, что данные изделия очень хорошо тянутся. То есть они становятся в высоту больше на 1,5-2 см. Поэтому, чтобы у вас не было никаких сюрпризов, вы можете связать образец, просто посмотреть даже как ваша пряжа ведет себя после ВТО, как сильно она растягивается. И по размерам давайте ее измерим. Итак, до ВТО она у меня с отворотом была 23 см. После ВТО она у меня 25 см. Вот она мне дала растяжку 2 см мериносовой шерсти. Ну вот отворот у меня 8 см. Вот такие вот размеры. Но благодаря отвороту он не фиксированный, можно делать шапочку как более с торчащей макушкой, можно и, например, больше отворотик сделать, чтобы она была пониже. Можно помпончик прикрепить. Шапочка достаточно плотная. Я вязала ее поплотнее на спицах. Резиночку на троечке. Основное полотно на 3,5 см. Если вы захотите связать еще более утепленную шапочку, можно добавить ниточку ангоры, либо пухонорки, либо махера. Будет тоже очень здорово смотреться. Ну что, давайте приступим к вязанию. Итак, для вязания нам понадобится 3 маточка пряжи с метражом в 50 граммах. У меня 175 метров. Я буду вязать в 2 нити, либо с аналогичным метражом в 50 граммах 90 метров, либо в 50 граммах 85-87 метров. Тогда вы вяжете в 1 нить. Понадобится нам 3 мотка. У меня это Бэби Мерина от Дропс. Цвет очень красивый. 43-й. Такой приглушенный, дымчатый голубой. Очень красивый цвет. Где я покупаю пряжу, ссылочку я вам оставляю под видео. Так, спицы номер 3 для резинки. Я использую на короткой, на длинной леске. Ну, по-разному. Вы можете использовать, как вам удобно. Можно укороченные использовать. Так, спицы номер 3,5 для основного полотна. Я использую на длинной леске, 80 сантиметров. Вы можете использовать на укороченном. Тогда вам понадобятся еще чулочные спицы для закрытия макушки. Сантиметровая лента. Дополнительная спица. Можно и без нее. Я показываю, как делать перекрещивание и без доп. спицы. Иголочка и ножницы. Все, приступаем к вязанию. Итак, отматываем необходимое количество нитей. Я вяжу в два сложения. Располагаем нить так, чтобы нить отматка была на указательном пальце, кончик на большом. И на одну спицу номер 3 я набираю обычным способом 113 петель. 112 для основного полотна и одна петля для замыкания и вязания в круг. Сильно не затягивайте. И мы так набираем с вами необходимое количество петель. После того, как мы набрали с вами необходимое количество петель, нам нужно замкнуть вязание в круг. Если вы вяжете на длинной леске, как и я, вам нужно будет вытащить лесочку в двух местах. Вот так, приблизительно. Смотрите, чтобы край у вас не перекрутился. И замыкаем вязание в круг. Для этого с левой спицы на правую сейчас первую петельку снимаем. А с правой спицы на эту петельку первую петлю мы набрасываем. Вот таким образом. Сбрасываем ее и подтягиваем. Возвращаем на место. Так как шапочка у нас с отворотом, нам для красивого наборного края нужно вязание развернуть. Если вы вяжете шапочку с укороченной резинкой 5-6 см, вы вязание не разворачиваете. Мы развернули. И начинаем провязывать резиночку. Одна лицевая, одна изнаночная. И так до конца ряда. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. Ну вот мы с вами провязали ряд до конца. Дальше можно повесить маркер для определения начала ряда. И далее мы с вами вяжем по рисунку, по кругу резиночку. Одна лицевая, одна изнаночная. На необходимую высоту. Можно провязывать 13-15 см. Вот таким образом. Провязываем самостоятельно. И встретимся с вами, когда уже будем переходить к основному узору. И так, после того, как мы провязали с вами резинку на необходимую нам высоту, мы переходим с вами на спицы номер 3,5. И переходим к вязанию основного узора. Итак, можете сделать скриншот. И давайте поподробнее. Раппорт узора 14 петель в ширину и 4 ряда в высоту. Условное обозначение. Итак, смотрите. Изнаночная петля. Лицевая петля. Далее, вот это вот у нас условное обозначение. Это одна лицевая петля. Мы ее снимаем, не провязывая нить за работой. Снимаем как лицевую, не провязывая нить за работой. Данное условное обозначение. Вот оно. Значит, одну лицевую петлю мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем ее перед работой. Далее, провязываем две лицевые петли с левой спицы. Возвращаем снятую петлю лицевую на левую спицу и провязываем ее лицевой. Вот это условное обозначение. Вот оно. Здесь мы две лицевые петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем их за работой. Провязываем одну лицевую с левой спицы. Затем возвращаем две лицевые со вспомогательной спицы на левую и провязываем их лицевыми. итак давайте приступим итак первый ряд первый раппорт берем спицы номер три с половиной и начинаем с вами провязываем 1 изнаночная петля далее 1 лицевая 3 изнаночные 1 2 3 далее снимаем петлю как лицевую нить за работой далее 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые далее 5 петлю снимаем как лицевую не провязывая нить за работой 2 изнаночные все провязали раппорт повторяем 1 изнаночная петля далее 1 лицевая 3 изнаночные 1 2 3 далее петельку снимаем не провязывая нить за работой 2 лицевые 2 вернее 1 изнаночная простите далее 5 2 лицевые далее петлю снимаю как лицевую не провязывая нить за работой 2 изнаночные провязали 2 раппорт и так повторяем до конца ряда необходимое количество раппортов провязали первый ряд до конца второй ряд провязываем из одной изнаночную 1 изнаночные далее петлю снимаем лицевую не провязывая ней за работой 3 изнаночные 1 2 3 далее опять снимаем петельку у нас она у нас как лицевая снимается не провязывая 2 лицевые 1 2 далее 1 изнаночная 2 лицевые опять петлю снимаем не провязывая как лицевую нить за работой 2 изнаночные провязали раппорт давайте повторим 1 изнаночная петля далее снимаем как лицевую нить за работой 3 изнаночные 1 2 3 далее 5 петельку снимаем как лицевую не провязывая нить за работой 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые опять петельку снимаем не провязывая вот она у нас как лицевую нить за работой 2 изнаночные провязали 2 раппорт и так мы повторяем необходимое количество раппортов до конца ряда провязали второй ряд переходим к третьему ряду здесь у нас перекрещивание понадобится дополнительная спица и так провязываем с вами 1 изнаночная петелька следующую петлю провязываем лицевой далее 3 изнаночные 1 2 3 провязали далее у нас идет перекрещивание 1 лицевую снимаем на дополнительную спицу оставляем перед работы так снимаем у нас вот эту петельку оставляем ее перед работой провязываем 2 лицевые петли 1 2 возвращаем эту петлю на место на левую спицу она у нас удлиненная такая видите получилась и провязываем ее лицевой провязали далее 1 изнаночная опять перекрещивание мы с вами 2 лицевые петли снимаем на дополнительную спицу оставляем их за работой подхватываем 2 лицевые оставляем их за работой так секундочку далее провязываем одну лицевую вот она у нас тоже удлиненная мы и снимали не провязывали два ряда видите как она нас получилось далее возвращаем снятые петельки провязываем их лицевыми все провязали 2 изнаночные провязали раппорт давайте повторим сейчас вам покажу как можно провязать раппорт без дополнительные спицы и так давайте поехали 1 изнаночная петля далее 1 лицевая 3 изнаночные 1 2 3 далее мы перекрещиваем с вами вот эта петелька у нас 1 перед работой эти две за работой подхватываем две петли вот так видите сзади берем и вот так перекрещиваем вот с этой петелькой возвращаем их на место провязываем лицевыми смотрите чтобы эта петля у вас была не перекрученная все сделали перекрещивание 1 изнаночная далее мы перекрещиваем с вами вот эти три петли это перед работой эти две сзади я подхватываю третью и вот так вот их перекрещивая видите возвращаю на место и провязываю лицевыми вы можете воспользоваться вот этим способом либо дополнительной спицей 2 изнаночные все провязали 2 раппорт и так мы повторяем до конца ряда ну вот мы провязали до конца четвертый ряд и так провязываем 1 изнаночную следующую лицевую снимаем не провязывая нить за работой 3 изнаночные 1 2 3 3 провязали далее 3 лицевые 1 2 3 провязали 1 изнаночная 3 лицевые 2 изнаночные провязали раппорт повторяем 1 1 изнаночная следующую лицевую снимаем не провязывая нить за работой 3 изнаночные 1 2 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 2 изнаночные все провязали 2 раппорт и так вы провязываете самостоятельно до конца ряда ну вот мы с вами провязали раппорт высоту и далее мы с вами повторяем с 1 по 4 ряд на необходимую нам высоту можно провязывать 15 16 сантиметров провязываем самостоятельно и встретимся с вами когда уже будем переходить к формированию макушки и так еще раз показываю вам схемку делайте скриншот и провязываем самостоятельно ну вот мы провязали с вами на необходимую нам высоту нашу шапочку давайте измерим сколько она у нас таком спокойном не растянутом виде 15 сантиметров я провязала и так переходим с вами к убавлениям формированию макушки итак первый ряд одна изнаночная далее провязан одну лицевую 1 изнаночную дали нас м 2 изнаночные мы провязываем их вместе изнаночной петлей изнаночные места и от левой стенки ко мне я их разворачивают правой стеночкой и провязываю вместе изнаночной петлей все убавили далее снимаем лицевую не провязывая нить за работой две лицевые 1 изнаночная опять 2 лицевые лицевую снимаем третью не провязывая нить за работой и здесь мы опять с вами сделаем убавление опять мы провязываем 2 вместе изнаночной разворачиваем изнаночной правой стенкой к нам и провязываем вместе изнаночной петлей все провязали раппорт и далее вы таким образом повторяйте до конца ряда провязали ряд до конца так второй ряд убавлений смотрите провязываем одну изнаночную далее лицевую снимаем не провязывая нить за работой 2 вместе изнаночной разворачивая их провязываю изнаночные вместе изнаночной петлей провязали далее лицевую снимаем не провязывая нить за работой 2 лицевые 1 изнаночная опять 2 лицевые следующую лицу снимаем не провязывая нить за работой 1 изнаночная все провязали раппорт давайте повторим 1 изнаночная лицевую снимаем не провязывая нить за работой 2 вместе изнаночной провязали далее лицевую снимаем нить за работой 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые лицу снимаем не провязывая нить за работой 1 изнаночная все провязали 2 раппорт и так мы повторяем до конца ряда и так вот у нас с вами мы закончили второй ряд убавлений и теперь смотрите что нам нужно сделать нам нужно будет сейчас вот эту последнюю петель куда изнаночную которому провязали в конце второго ряда мы ее распускаем да вот здесь вот и возвращаем на левую спицу мы смещаем ряд на одну петельку и так видите мы вернули сюда и у нас сместился ряд на одну петлю и так у нас третий ряд убавлений каким образом мы будем с вами делать мы провязываем сначала 2 вместе изнаночной разворачиваем 2 изнаночные провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем правой стенкой к нам далее 1 лицевая 1 изнаночная и здесь у нас в перекрещиваниях мы тоже будем делать убавления итак смотрите каким образом сначала петельку мы снимаем на правую спицу не провязывая провязываем 2 вместе лицевой лицевые петельки вот эти они у меня стоят правой стенкой ко мне я их провязываю с наклоном вправо провязали и далее я их перекрещиваю вот эту провязанные 2 вместе вот с этой петлей удлиненной и эту удлиненную петлю я провязываю лицевой 1 изнаночная далее у нас с вами убавление вот в этих вот вот в этом вот перехлёсте и так как мы с вами делать сначала мы сделаем перехлёст две петли 1 у нас с вами за работой удлиненная перед работой сначала сделаем перехлёст вот так сделали провязываем удлиненную лицевой а вот эти вот лицевые петельки мы провязываем 2 вместе с наклоном вправо сделали перехлёст далее 2 вместе провязываем изнаночной петлей вот как в этом случае видите мы здесь пошли с вами так делать опять провязываем это уже второй раппорт у нас пошел 1 лицевая 1 изнаночная здесь мы с вами также можем сделать сначала перехлёст да так делаем перехлёст далее провязываем эти лицевые вместе лицевой 2 вместе лицевой удлиненную провязываем лицевой петлей далее 1 изнаночная опять делаем перехлёст сначала меняем их местами вот таким образом 2 1 за работой это впереди удлиненный удлиненную мы провязываем лицевой далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо все здесь у нас 2 изнаночные мы их провязываем вместе изнаночной разворачиваем и провязываем и так мы продолжаем делать убавления до конца ряда четвертый ряд убавлений и так провязываем одну изнаночную петельку далее лицевую снимаем нить за работой далее 1 изнаночная 2 вместе лицевой провязываем с наклоном вправо провязали далее 1 изнаночная опять 2 вместе лицевой провязываем с наклоном вправо все сделали убавление повторяем 1 изнаночная лицевую снимаем не провязывая нить за работой 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали второй раппорт и делаем такие убавления до конца ряда и так у нас с вами пятый ряд убавлений заключительный и здесь мы провязываем с вами лицевую вместе с изнаночной лицевой петлей изнаночную петлю я разворачиваю так как она вместо от левой стенкой и провязываю вместе с лицевой лицевой петлей с наклоном вправо и так продолжаем до конца ряда итак смотрите у меня осталось на спицах 24 петли это в принципе многовато и сейчас я еще раз провяжу по 2 вместе лицевой но не по 2 вместе лицевой смотрите я хочу провязать вот эту петельку 1 лицевой и вот эти две вместе лицевой 1 лицевой и 2 вместе лицевой чтобы у нас сохранился красивый узор просто если у вас меньшее количество петель вы можете стягивать макушку но в моем случае мне кажется так будет нам более удачно итак смотрите вот я провязала одну лицевой и далее у нас две вот эти петли и я их вместе провяжу лицевой вот так опять одна лицевая и 2 вместе лицевой 1 лицевая но вот это у нас полоска которая идет и вот эти которые две у нас перехлёсты были мы их провяжем вместе лицевой и так до конца ряда после того как мы закончили с вами убавления отрезаем нить оставляем кончик 10 15 сантиметров берем трикотажную иголочку и переносим все петли на иглу вот таким образом перенесли дальше выворачиваем нашу шапочку на изнаночную сторону аккуратно подтягиваем и проходимся еще через эти петельки через которые стягивали можно пару кругов ну вот наша шапочка почти готова такая макушечка у него получилось дальше делаем влажную тепловую обработку стираем при температуре воды не выше 30 градусов со средством для стирки шерстяных и деликатных изделий я стираю слаской аккуратно прополаскиваем не выкручивая можно отжать чистое полотенчика и выкладываем на ровную поверхность вот в таком развернутом виде периодически изделие переворачиваем до полного его высыхания шапочка наша когда высохнет прячем все кончики можно прикрепить помпончик и носим с удовольствием надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях всем всего доброго и ровных всем петелек